Всем, ребята, привет! Сегодня решил немножко хайпануть. На ютубе увидел одно интересное видео, эксперимент. И я захотел этот эксперимент повторить. По названию видео, думаю, уже и так всё понятно. Мы возьмём много спичек и приготовим на их рыбу. Первый, кто на ютубе снял подобное видео, за месяц набрал там что-то 35 миллионов просмотров. Сейчас не знаю, сейчас, наверное, уже больше. Первое и самое главное, что нам нужно, это спички. Вот, целый пакет. Мы их покупали в разных местах, потому что пришли на одну точку, скупили там все спички, потом пошли на другую точку, скупили там все спички. И так мы обошли три точки. Здесь примерно 200 коробков, я потратил на их где-то около 100 гривен. Целая сотка просто на спички. Да блин, за сотку, если, не знаю, там питаться одними макаронами, можно неделю прожить. Когда я смотрел то видео, кстати, там видео было просто под музыку. Не люблю видео, где ничего не рассказывается. Ладно, неважно, судя, короче, по этому видео, там было спичек гораздо больше. Но я не купил больше спичек, потому что у меня на районе больше нет. Но я скупил везде, где только можно. Даже видно, что они покупаются в разных точках, потому что они разные. Здесь вон какие-то вот такие спички, вот такие спички, вот такие. Короче, вот столько спичек получилось. Так, теперь самый нудный процесс, нужно все спички пораспечатывать. Потом как-то их нужно посвязывать и подготовить к готовке пищи нашей. Блин, прикольно, мне нравится распечатывать их. Кайф. Блин, еще дофига. Второй этап. Спички нужно как-то между собою связать, соединить. По видео человек брал резинки, резинками их скручивал. И потом на жидкие гвозди приклеивал к картонке. У меня сейчас таких резинок нету. Куда-то идти искать их, покупать времени тоже нету. Потому у меня другая идея появилась. Что я сделаю? Так, допустим, возьму коробочку, разрежу ее вот так примерно пополам. И сюда внутрь буду запихивать спички, трамбовать. Пробуем. Блин, я еще вот что заметил. Одни спички зеленые, другие красные. Ладно, и так пойдет. Идея, блин, возможно хорошая, но, блин, неудобно и это долго. Соединять, скрепливать их резинками будет гораздо быстрее и, наверное, эффективнее. Но, как я сказал, резинок нету. Но будем мучаться вот так. Вот примерно, что у меня получается. Вот такие вот связки спичек буду я сейчас клепать. Процесс кипит. Мы уже сидим полчаса на две руки вдвоем с Юлей. Прессуем спички. Вот так это все выглядит. Нам даже пришел котик помогает. Здесь не только красные и зеленые спички есть. Еще попадаются коричневые спички в такой коробочке. И подсунули нам даже вот такую коробочку с енотом. Это же енот? Не знаю, покажи еще раз, я не помню. Да, это енот. Все готово. Прошло больше часа. Я думал, что мы это гораздо быстрее сделаем. Но процесс трудоемкий. Даже котик уже уснул. Вот столько коробок пустых осталось. Теперь нужно пойти подготовить то, что мы здесь положим. И то, что мы здесь будем жарить. А жарить мы будем скумбрию. Все, мы ее уже почистили. Кишок там уже нету. Сейчас будем ее мариновать. Маринад будет простой. Соль, перец черный. Все это мы понатираем, посолим, поперчим. И потом мы ее положим в плеч, чтобы она там более лучше пропиталась. Все, вложим в пакет. И идем заниматься огнем. Все, пришло время. Сейчас мы будем готовить вот мангал. Сейчас на дно мангала мы это все повыкладываем. Магия монтажа. И вуаля. Вот все дно мангала. Все усыпано этими спичками. Вот здесь я одну спичку такую втыкнул. Мы ее подпали. И от этого места все оно разгорится. Вот наша рыбеха скумбрия. Прошли примерно сутки, как она у нас мариновалась. Вообще для рыбы достаточно 2-3 часа. Но у нас так вышло, что прошли сутки. Думаю, ничего плохого в этом нет. Теперь рыбу нужно замотать в фольгу. И сразу же это вот так. Так, один слой. В общем, я не знала, сколько в рулоне оставалось фольги. Поэтому рыбу мы замотали в 3 слоя. Насколько хватило. Ложим нашу рыбешку. Вот так по центру. И что? Сейчас будем зажигать. Лишь бы наша собака сейчас бы гавкать не начала. Потому что всегда, как только мы начинаем снимать видео на улице, она начинает лаять. Так. Ну, это будет, наверное, пипец эффектно. Сейчас как хайп, пойдем. Так, спичка горит, горит. Сейчас их сполкнет все. Я боюсь. Ну, ну. Что такое? Что оно не сполахивает? Сейчас потухнет. Блин, я угадал, оно потухло. Я же говорю, в нашей семье ничего не может быть. Все, гладко. Я не хочу себя зажечь, как бы. А я боюсь, что сейчас все полыхнет, и я с камерой просто отскочу. Попытка номер два. Так. Не подведи меня. Спичка вторая. О-о-о-о, пошло. What the fuck? О-о-о, пошло. Вот так это было огня сколько. Все, рыбка, готовься. Ждем, пока это все перегорит. Ну что? Я боялась, что сейчас ДСП пропалит. Горит оно хорошо, конечно. Ничего не скажешь. Даже не горит, а пылает. Я вот только думаю, что рыбу нужно будет потом перевернуть. А то она снизу приготовится, а сверху будет сырая. Или нет, нормально? Не, нормально. Юля говорит, не нужно переворачивать, и так будет хорошо. Да, оно долго горит. Уже прошло целых пять минут, оно еще горит. Прикиньте. Я думал, оно быстро с полыхнет перегорит. Там, не знаю, за пару минут и все. Пойдем мы кушать. Но нет. Уже горит пять минут, как я сказал. Я думаю, еще будет гореть. Столько же, не меньше. Все же, мне кажется, ее нужно перевернуть. Или нет? Давай еще две минутки хай-так полежит. Потом я возьму, наверное, или вилку, или ложку. Попробуем ее перевернуть. Бери, сразу переворачивай. Сейчас догорит. Не догорит он сейчас. Что, горит еще? Горит. И он за вилками сходил. Переворачиваем? Да. Огонь. Как его перевернул? Ну, так вот то, что вешать в голову, это гениальная идея пришла. Я не могу ее перевернуть. Так, значит, и не надо. Там жара капец сколько. Так тогда не надо, сейчас побуряем все, да? Короче, у меня не получается перевернуть, потому что те спички, которые снизу, они прилипли к рыбе, к фольге. И я не хочу все это побурять. Хай, короче, так готовится. Что будет, то будет. А прошло уже 10 минут, ребята, 10. Оно еще горит огнем. Еще одна попытка перевернуть рыбину, потому что не хочу, чтобы она с одной стороны сгорела, а с другой стороны была как бы сырая. Все же рыбка должна быть вкусная, я надеюсь. Не хочу ее испортить. Ну, вроде бы получилось. Теперь ждем, пока оно перегорит. Прошло уже 20 минут, оно по-прежнему горит, но эта рыба, так долго рыбу готовить нельзя. Она 100% будет горелая. Так что давайте не будем ждать до того, пока оно все перегорит. А заберем ее уже прямо сейчас. 100% готовое. Оно еще будет гореть, наверное, полчаса. Пошли дегустировать. Вот она, наша приготовленная рыба на спичках. Давайте ее размотаем. Конечно, мне кажется, 3 слоя фольги маловато, потому что я вижу, хвост обгорел. Разорвался, когда я ее переворачивал. Ну, что, ребята, как видим, мясо полностью прожарилось. От кости легко отстает. То, что рыба готовая, это видно. Меня только смущает один момент. Что это все готовилось на спичках. Я не знаю, насколько вредная или не вредная вот эта сера, которая зажигается и горит. Ну, что, Юля, пробуй ее. Тут может быть такой момент, что фольга не пропускает этот вред. Юля думает, что фольга, возможно, спасла от того, что там, возможно, что-то вредное есть. А может, там ничего вредного и нет. Давай ты пробуй первое. Руками бери, шо ты как... Я ж на видео. Вкусно. О, оно горячее еще. Ну, да. Оно реально вкусно. Котик удайся. О, котик даже унюхал. Котик, ты хочешь? Да. Смотрите, ожил. Ожил котик. Не, на стол нельзя, Кыш. На, на еще кушай, на. Ой, мурка, это хрюка, это коту нравится. На еще, я добрый. Если... Нет, Юля, бей по лубам ему. Все, Ма. Не лезь на стол нельзя. На, на. Короче, по вкусу обычная, готовая, вкусная скундрия. Какого-то привкуса или запаха от спичек я не чувствую. Так что, не знаю. Спички влияют на вкус и качество рыбы или не влияют. Но, вкусно. Даже очень вкусно. Я вот еще думаю, почему у меня так долго оно горело. Во-первых, что эти спички были обмотаны помимо спичек. Там горела еще бумага, в которую эти спички вставлялись. И плюс это все было очень-очень плотно напичкано. И оно горит как будто целая полена. Маленькая такая полена. Поленку. Поленку. Сколько можно жрать, Юля? Я голодная. И кот ведь она голодный. Фу, Семен. После кота придется мыть стол. Он слюнями все закапал. Все в слюнях. Ну, писец. В общем, можно подвести итоги, что на спичках, на таком количестве спичек, там было 200 коробков. Это примерно вот такая вот площадь по размерам. Там даже, думаю, возможно и мясо приготовить. Жар отдают они много. Горят долго. Горят примерно полчаса плюс-минус. Учитывая, что у нас рыба, мы ее приготовили за 20 минут. Хотя ее можно было снимать гораздо раньше. Потому что хвостик вот здесь видно, что уже подгорело немножко. В целом, рыба получилась вкусно. Мы с котиком оценили. Поэтому давайте заканчивать видео и пойдем доедать. Да, ребята, всем спасибо за внимание. Эксперимент был интересный. Мне понравился. Если вам тоже понравилось, поддержите видео лайка. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok